Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов в моем канале Комин Бай. Перед вами печка Амур. Она стоит в углу. Моя задача на этом объекте поставить дымоход приставной и от печки вывести черную трубу, чтобы было красиво и эстетично, и войти в газосиликатную стенку. Силикатная стенка 25 см. Теперь пойдем на улицу, покажу, что у нас со стороны улицы и какой дымоход я буду ставить. Дом двухэтажный. Было решение вывести его вдоль дома, вдоль фасада, чтобы не резать потолки, не резать кровлю. Место расположения позволяет, еще раз повторяюсь, представной дымоход это самый лучший дымоход, особенно если он идет на улице. Дымоход мы будем ставить, покажу вам. Вот гильзы уже поставлены. Полимерка финская, сейчас я вам сравню с белорусской немножко попозже. Внизу опорная площадка, тройник стоит, внизу 25-ка, разгрузочная площадка и 5 метров трубы. По итогу я вам покажу, как это все будет выглядеть, с креплениями, с оттяжками. Стандартная ставка 150 на 250. С одной стороны она выглядит таким вот образом. Вот эта заглушка, под ней стоит Rokul Air Atmet. Производитель ваты, армированный. Вот эта единица, толщина металла 430-ка. Эта заглушка, еще помимо того, что она придает декоративный вид, она еще используется как центровка. И с обратной стороны еще стоит вот такое вот кольцо уплотнения, зацинкованной стали. То есть эти трубы очень легко собирать. По поводу того, что вам говорят, что здесь вот нагревается очень сильная труба. Не знаю, за все свое время я ни разу не встречал на этих трубах, чтобы здесь был нагрев больше, чем по всей площади. Как правило, очень много продавцов говорят о том, что эта заглушка передает тепло вот на этот кожух, и он сильно нагревается. Если вы посмотрите вверх, то здесь с наружным кожухом она практически не соприкасается, ни с одной стороны. То есть она ходит... Видите, я не знаю по поводу труб, которые когда в плотном здесь соприкосновении с наружным кожухом, может быть, они и нагреваются. Но вот эти трубы данного производителя, никаких вопросов по ним нет. И почему их не делают ноги, я объясняю. Это еще трудозатраты. Эту заглушку надо вырезать, ее надо на точку поставить, на точечную сварку. Помимо того, что ее надо на точечную сварку поставить, мне еще надо уголки пристрелять. И потом только поставить вот эту заглушку. Поэтому вопрос не в заглушке, а вопрос в том, что это идет удорожание. Вот и все. Поэтому смотрите, что вы покупаете. И продавцы очень много обманывают, поэтому не верьте каждому слову. Запомните, прежде чем что-то купить, перепроверьте. Обязательно. И продавца, и труба, которую он вам продает. Потому что даже под брендами могут продавать дешевую трубу. И вы это только увидите в процессе эксплуатации. Еще хочу добавить, что здесь стоит тикс-сварка, в аргонной среде труба сварена, стык, дополнительно бугорок. О чем он говорит? Что сюда добавляет просто еще присадку. Для того, чтобы шов был более прочный. Это минусовая часть, это плюсовая часть. И здесь раструб стоит. То есть, когда вы собираете тему по конденсату, то заужений сечения никакого нет. Если вы начнете ставить здесь зубчатку, вы трубы встречаете с зубчаткой, то они стоят вот так вот домиком. То есть, по всей площади вот так вот стоит домик. Это на каждом метре сажа-сборник. Поэтому, снова же, зубчатки бывают разные. Могут только там сантиметр зубчатки поставить для того, чтобы легче было монтировать. А дальше идет минусовая часть. Поэтому обращайте внимание, чтобы зубчатка не была очень глубокая, и чтобы она не была посажена на 5-6 сантиметров. Перед вами два элемента. Вот это производитель МАФ, белорусский порошок полимерный. Вот это финский ТЕКНОС. То есть, параллы они практически одинаковые. И тот, и тот матовый. Я надеюсь, даже визуально вы не поймете, что вам продадут. Либо эта полимерка будет белорусская, либо финская. Поэтому, когда полимерят дымоход, все зависит от того, кто вам полимерит и как. А разница на дымоходах существенная между белорусской и финской. Поэтому я начинаю работать. Еще раз повторяю. Визуально вы их не отличите. Рау, все совпадает, никаких проблем. И тот, и тот 87. Может быть, финские немножко темнее. Буквально минимально. Они немножко отличаются, да. Темнее этот вот цвет, чем белорусский. Но снова же, это вы когда два элемента держите в руках. В отдельности не отличите их. Закончил я монтаж дымохода на улице. Вот что у нас получилось. Внизу стоит опорная площадка. И дальше пошли мы сэндвичи через стройничок. Если дымоход не был предусмотрен проектом, то представной дымоход это самый лучший вариант. Объясню почему. Во-первых, вы здесь видите, что два этажа. То есть, два перекрытия плюс кровли. Три перекрытия. Все в дереве. Делаем один противопожарный узел, второй противопожарный узел. И проходим мы кровлю. В кровле отверстие, которое надо также герметизировать. Поэтому, если выводить этот дымоход через перекрытие, это очень неудобно и очень некрасиво. Не забывайте, что это будет идти через жилые комнаты. И красота, не важно в каком-то цвете будет, в полимерке или нет, это будет просто некрасиво. Поэтому и здесь заказчик самой советовался приставной, либо насадной дымоход. Я его уговорил. Не то, что уговорил, я ему посоветовал поставить именно приставной дымоход. Так как дом еще строится, единственное, что его пожелание было, это сделать полимер. В моих видео вы могли увидеть монтажные площадки из нержавеющей стали, крашеные и в полимерке. Вот это в полимерном исполнении. Это немножко хуже, чем в нержавейке полимерке, либо просто в нержавейке, но это лучше, чем обычная краска, либо краска по металлу. Снизу у нас стоит вот такой вынос у нее. То есть она довольно большая. Вынос у нее от стенки 600 миллиметров до трубы. Сборник конденсата. Это еще один плюс, потому что у вас прочистка будет проходить на улице, а не внутри дома. Вам необходимо при прочистке просто снять заглушку, сборник конденсата, и вы видите полностью небо. Все, он обслуживаемый. Если он грязный, значит его надо почистить. Это делается снизу, не надо лезть наверх. Я поставил тройник по 90 градусов, ставка 25 сантиметров, и противопожарный узел. Это экран противопожарного узла, внутри находится гильза. Обязательно противопожарный узел должен стоять. Когда произойдет отделка, просто выдавится обратно, эти 5 сантиметров, в сторону улицы, и экраном мы просто закроем. Все получится эстетично, красиво. Противопожарный узел должен стоять во всех домах, где вы проходите, неважно, кирпич, либо гажевый, силикат, дерево, и где должен стоять противопожарный узел. Для того называть противопожарный узел. Еще один момент, сейчас я отойду, если не обратили внимание. В самоходе не установлен грибок. Для этого есть несколько причин. Во-первых, это запрещено по строительным нормам. Во-вторых, в нашей республике Беларусь, и в России они запрещены, и на Украине, если я не ошибаюсь. А во-вторых, труба в полимерном исполнении. Она реально очень красивая. И когда вы поставите грибок, то дым плюс воздух холодный, образовывается конденсат. Эти продукты сгорания, они просто начнут капать у вас на полимерное покрытие. Это раз. И во-вторых, начнет капать у вас на кровлю. Это два. И еще раз, плюс приставного дымохода, на садном дымоходе вы не сделаете без грибка. Как бы вы ни хотели, без грибка, либо дефлектора, вы его не поставите. Потому что все у вас будет течь на печку, либо внутрь печи. А это уже запахи лишние. И, как показывает практика, не есть хорошо. Поэтому прежде, чем вы планируете дом, когда это стадия отделки идет, либо стадия строительства, продумайте про дымоход. Потому что очень часто, именно из-за того, что забывают про дымоходы, а дом поставили, и печку надо поставить, становится вопрос, как сделать дымоход. Потому что проект уже, мебель все стоит. И, как правило, скажу вам так, на 70% я монтирую где-то насадные дымоходы. Это не есть хорошо. Поэтому еще раз говорю, приставной дымоход самый лучший, самый правильный дымоход. Я не беру кирпичную кладку, я беру именно дымоход, который утепленный. Потому что на эту тему можно разговаривать очень много, но еще раз повторюсь, из утепленных дымоходов, если собирать насадной, либо приставной, конечно, приставной. Закончил я монтаж дымохода и на улице, и внутри. Теперь мы рассказали вам, что у нас по улице. Теперь смотрим. Амур-печка стоит и черная труба. Черная труба 2 мм, польского производителя Дарка. Шиберная заслонка. Шиберная заслонка. И угол 90. Угол 90, обратите внимание, стоит с прочисткой. Свечу фонарик, а потому что уже темно, еще плохо видно. С прочисткой. И пошли мы. Еще ставочка на подрезку была. И вот эти 5 см, которые я вам говорил, когда будет отделка сделана, она топится на улицу, в сторону фасада. И вот такой экранчик. Здесь будет в дальнейшем декоративная плитка. И экранчик ляжет на плитку. И будет классно, красиво. Вообще без вопросов. Будет супер. С вами был Дмитрий Михайлов. Коминбай. Заказывайте мне монтаж дымоходу. Всем хорошего настроения. Пока.